Давайте начнем с того, что сейчас происходит в Чечне с Кадыровым и его сыном Адамом. Потому что это топ новость последних дней. В чем суть? Его сын, который занимается единоборствами ММА, избил человека за то, что тот человек спалил Коран. Я понимаю, что такое Коран для чеченцев и для мусульман. Но я к чему веду? Кадыров выставил это видео у себя в телеграм-канале. Кадыров сказал, что правильно делает мой малыш, мол говоря. А вот все, кто есть высокие чины в России, никто даже не раскритиковал избиение человека. Все молчали, только что там Ксения Собчак сказала. И потом 40 минут разговаривала с Кадыровым по видеосвязи. Ну, они не могут себе позволить что-то сказать с осуждением Кадыров. Потому что кому-то воевать надо. Кадыровцы, конечно, оказались не такими блестящими вояками, как ожидалось. Но, тем не менее, хоть что-то делают, видимо. А поскольку дела на фронте идут совсем кисло, но оказаться там вдруг без Кадыровцев... Ну, в общем, Кремль, понятно, не может себе позволить. А сказать что-то в поддержку тоже не очень хочется. Потому что, ну, мягко скажем, 90% россиян это не понравится. Не понравилась эта история. И поэтому, ну, брать и, по сути, одобрять... Ведь, знаете, вот это ядро поддержки войны, ядро поддержки режима, вот эти так называемые русские патриоты, они все воспринимают через призму этнической, через этническую призму. И для них это история про то, как чеченцы сбивают русского с одобрением Путина. И понятно, что им это очень не нравится. И, значит, это способствует усилению отчуждения вот этой базы от Кремля, от Путина, от режима. Вот. И поэтому, ну, там еще публично все это одобрять тоже не хочется. Конечно, Кадыров, ну, такой очень серьезную свинью подложил Путину, опубликовав это видео. Вот. Ну, поэтому такое неловкое молчание получается. Сначала-то все взвыли. То есть, поначалу, значит, все эти там воинкоры, затт-патриоты, они прям, ну, конечно, взвыли. Потому что им казалось, что, ну, нет, ну, не может же Кремль уже и это простить. Ну, вот сейчас-то они его, наконец-то, поставят, так сказать, на место. Вот. А потом смотрят, а Кремль может и это, оказывается, сказывать. И заткнулись в основном, ну, растерянные, в растерянности. Вот. Поэтому вот сейчас такое неловкое молчание по этому поводу царит. Вот. А Кадыров, ну, продолжает самоутверждаться. Ну, по сути, делает все это за счет Кремля. Теперь этот, значит, его сын там в Инстаграме что-то там какое-то бодрое фото опубликовал свое. И опять там с наездом, значит, дескать, вы мне какие-то там не посмеете ничего сказать в лицо, только за глаза будете там, значит, там про меня злословить. Как-то так что-то такое написал. Ну, то есть продолжает вот самоутверждаться за счет вот этой самой публики, вот этих зет-патриотов, которые были, было взвыли, так сказать, и заткнулись. То есть очень, так сказать, ну, то есть совершенно неоптимальным образом, вот, по отношению к Кремлю, который себя ведет. Ну, он пытается, понимаете, боливарами снести двоих, и в этой ситуации он решил, что мой собственный пиар важнее, значит, Кремлевского. То есть для него принципиально важно было создать вот этот контекст, когда, значит, я демонстрирую, что мне плевать на всех, я делаю, что хочу. Вот. И это такой комфортный для него контекст. Ведь в последнее время он из него оказался выбит. Отсуждали, то ли он болен, то ли не болен, то ли умер, то ли не умер. Кадыров смеялись над его тикток-войсками, которые, значит, сначала от УСУ получили, а потом от этих, от Пригожинцев прятались. Помните же, какая кличка появилась у него, когда он из Ростова выехал, ой, вернее, в направлении Ростова выехал, когда Пригожин пришел в Ростов, значит, и Кадыров заявил, мы там выезжаем в Ростов, и потом пропали они, Кадыров. Так и не доехали. Вот. Ну, тогда вот весь Фейсбук смеялся, кличка у него появилась «недоехавший». Вот. И вот этот такой контекст, он попытался заменить контекстом привычным для себя. Там, где он, значит, вот, ну, беспредельничает, и никто ничего не может ему сказать. То есть понятно, что лучше всего было бы, конечно, взяв автомат в руки, так сказать, победить ВСУ, да, или хотя бы тогда, когда Пригожинцы были сильны, так сказать, там, не просто грозить им стрелкой, да, а реально на эту стрелку приехать, например, и продемонстрировать там, так сказать, свое мужество лично. Вот. Ну, поскольку так не получается, ну, хотя бы вот так, да. Хотя бы, хотя бы вот в том виде, в каком вот это сейчас получилось над беззащитным, там, значит, заключенным, там, измываться. Вот. А вот как вы считаете, вы же видели, да, Адама Кадырова, ну, и видели, как сам Кадыров выглядит. И последняя его встреча, которую он опубликовал в своем телеграм-канале «Кадыров95», он встречался с представителем МЧС, но так, впечатление такое, что, знаете, это не Кадыров принимал представителя МЧС, а представитель МЧС принимал Кадырова, потому что ролик на минуту, 55 секунд с этой минуты показывает и говорит только МЧСник, а Кадыров молчит, и никакого крупного плана. Ну, конечно, чекисты его ненавидят за то, что он регулярно демонстрирует им, что они не являются абсолютными хозяевами страны, как они любят воображать. Есть и тот, а в кого они обламывают зубы. Поэтому, конечно, чекистам это очень не нравится, и они, конечно, ну, не только чекисты, все федеральные силовики, конечно, очень не любят Кадырова и кадыровцев. Но сейчас они, ну, в одной лодке, понимаете, и в этом смысле там что-то предпринимать против Кадырова, но это, по сути, предпринимать против самого себя, против своего режима. Режим и так вот, ну, знаете, вот еле-еле, так сказать, балансирует, да. Чуть что там, может, ну, вот Пригожинский мятеж это показал, разбалансировка может произойти крайне быстро, принять крайне, так сказать, неблаговидные формы, когда президент, аж из столицы вынужден улетать, прятаться где-то, да. Вот. И на ровном месте вспыхнуть буквально. То есть там же не то, что Навальный что-то придумывает, подарковки, понимаете, или украинские спецслужбы. То есть это среди своих вдруг такая вот вспыхнула заворовка. Вот. Поэтому в этой ситуации, когда режим нестабилен, ну, еще самостоятельно, своими руками дестабилизировать, я думаю, это абсолютно вот не контрпродуктивно. То есть, ну, если думать в этом направлении, начать фантазировать, ну, теоретически, я не исключаю, может быть, там есть конфликт, например, из-за денег, то есть денег в стране все меньше, понятно, что экономика потихонечку загибается, и Акадыров, может быть, ему вот, а он слабеет политически, да, ему вот эти дыры, ну, в ситуации политического ослабления, понятно, чем больше финансов у тебя, тем для тебя лучше, то есть ты дыры политически можешь пытаться затыкать деньгами. И, ну, то есть, условно говоря, там силовики начинают косо на тебя посматривать, потому что ты оказался не блестящим военачальником и не блестящим политиком, встроил их в лавантюру, в которой они гибнут непонятно ради чего. Уж чеченцам-то что с украинскими делить, понимаете, в этом смысле. Ну, реально чужая война. Вот. Понятно, что Акадыров там декларируют, что я солдат Путина, а чеченским силовикам-то что с того. Вот. Поэтому, понятно, не может быть в этой ситуации, чтобы не зрело, так сказать, недовольство. Ну, не бывает по-другому. И появляются сначала вопросы, потом сомнения, а потом раздражение появляется, а потом эти раздражения в какой-то момент перерастают в ненависть, и все, дальше может так случиться, что тушит свет, а революция в дверь постучится. Поэтому, вот, чтобы эту проблему решить, допустим, взял и там увеличил им выплаты там в два раза, да. И все нормально, они на какое-то время прям заткнутся, скажут, ну ладно, в принципе, есть за что воевать. Ну вот, поэтому, ну, деньги в таких ситуациях, конечно, очень нужны. И вполне возможно, что он просто такие какие-то... Это совершенно не публичная история. Я повторюсь, никаких данных по этому поводу у меня нет. Я всего лишь вот фантазирую в вашем, вот в том направлении, которое вы мне задали. Вы мне сказали, может ли такое быть, чтобы чекисты там, или Путин там, вдруг захотели от Кадырова избавиться. Ну, я вот, ну, предполагаю, что... То есть, в целом, нет. Я не могу себе представить, чтобы они захотели это сделать. Но если, так сказать, вот все-таки принять эту точку зрения, вот за точку отсчета, что называется, что нет, все-таки что-то они пытаются прокинуть сделать, пытаются от него избавиться. Ну, тогда вот условием может стать вот такой конфликт, серьезный конфликт из-за денег, который, ну, невозможно разрешить по-другому. Ну, то есть, Кадыров, условно говоря, очень жесткую позицию занял, сказал, так, либо вы мне там в два раза больше денег в этом году отстегиваете, чем в прошлом, ну, либо все, я ухожу с фронта, да. Или вообще, там, начиная самостоятельную жизнь, тогда держитесь сами. А они после Пригожина уже такие пуганы, они понимают, что такое может случиться, правда. И вот в этой ситуации, может быть, да. Вот. Ну, то есть, когда другого реально выхода не видят. А вот если вот такие экзотические версии не рассматривать, все-таки это экзотика, значит, то тогда нет, не верю. Вот, то есть, абсолютно уверен в том, что Пригожина именно они грохнули, но не верю в то, что они предпринимают то же самое против Кадырова. Кадыров очень ненадежный партнер-союзник, проблемный, вот только что проблему создал, да, серьезно. Но, тем не менее, он все-таки союзник, все-таки партнер, все-таки в одной лодке, понимаете. По одной линии баррикад, так сказать, в одном окопе сидят. Продолжение следует...